За три гоночных дня было дано 32 старта. Очки каждой команды посчитаны по 11 проведенным гонкам. Погода к участникам соревнований была не слишком приветлива. В пятницу ветра было немного. А вторая гонка дня и вовсе продлилась полтора часа, так как пришлось три раза отменять этот старт из-за переменчивости ветра. Весь субботний день шел дождь, и лишь в воскресенье погода наконец-то сжалилась над яхтсменами. Дождь прекратился, ветер был, а градус температуры поднимала борьба. У меня полное ощущение, что ты присутствуешь, ну не знаю, как вот все знают, чемпионат мира футбола будет, да, есть российский чемпионат футбола. Это национальный чемпионат по парусному спорту, где есть возможность и любителя, и у профессионала гоняться в одной лодке. Мы очень рады, что сезон начинается. Мы с нетерпением ждали его. Хочется повторить успех позапрошлого года, когда мы выиграли. Мечта московского клуба «Навигатор» сбылась. Команда в составе Игоря Рытого, Антона Сергеева, Константина Беспутина и Вячеслава Мартынова одержала победу. Серебро у экипажа «Артюб Рус-1» в составе Валерии Коваленко, Александра Башко, Игоря Лисовенко и Дениса Рожкова. Они показали в Сочи отличное выступление, но в одной из воскресных гонок пришли к финишу восьмыми, что подпортило результат. С бронзой Сочи покидает команда «Повелитель паруса Европа». Пожалуй, главное новшество нового сезона – проведение детской регаты. Так на яхтах класса «Оптимист» вышли воспитанники сочинских парусных школ. Победители этого соревнования были объявлены на церемонии награждения. Первое место занял Денис Кайданюк, вторым стал Егор Сердюк, третье место у Виталия Сиязева. Парусный марафон Сочи продолжат соревнования премьер-дивизиона лиги, которая стартует уже 29 марта.